Игорь Валентинович Сажин. Этим утром проснулся, пришел, сел и хочет рассказать нам про нефть. Всегда приятно поговорить и про доллары, и про нефть. Здравствуйте. 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 Кстати, по скей-парку у нас была точно такая же история. Мы у нас построили скей-парк, пришли, чиновники сказали, опасно. Подрядчик переделал, очень дорого переделал, и скей-парк сейчас существует. Именно поэтому мы рассказываем новости Самары для всех, потому что я уверен, что новости любого региона, вот замени у нас название города, и они будут просто идентичны абсолютно. Я думаю, что у вас и Зубчининовское шоссе есть. Это такая дорога, которой нет, в которой асфальта меньше, чем ям. Называться она может как угодно, но выглядит будет одинаково абсолютно. Скорее всего, есть, да. Это приметы нефтяной державы, о которой мы сейчас и будем говорить. Да-да-да-да-да. Да, действительно, мы сегодня поговорим о том, откуда есть и пошла русская нефть и вообще, скажем так, нефть мировая. Но сначала нефть – это были такие выходы. Дело в том, что нефть залегает как близко к поверхности, так и очень глубоко. Но самая основная нефть, которую сейчас в мире все качают, это где-то полтора километра вот оттуда добывают. А так первая нефть – это поверхностная нефть. Считается, что в территории современной России эта первая нефть была обнаружена на Кубани, на реке Кубань, на Таманском полуострове. И вот там находились первые вот такие вот, как их называли, нефтяные ключи. То есть вдруг по реке смотрят, прывет такая пленка. Это как раз вот где-то нефть вылезла на землю, сползла по стекла в ручей или в реку и вот понеслась. А потом находили эти самые нефтяные ключи. Но Кубань – место беспокойное, там все время конфликты и тому подобное. Поэтому говорили о том, что находили. Но их использовали в хозяйственных нуждах, использовали для смазывания телег, использовали для краски, где-то использовали и тому подобное, где-то, значит, какой-то такой растворитель. Ну, в общем, в основном в быту, в крестьянском быту использовалась вот эта вот жидкость. Даже некоторые из, значит, людей в селе начали пользоваться как определенными лекарственными качествами. Антисептик такой, вот, с которым можно... Ну, вот он, кстати, один из самых древних антисептиков. То есть, например, с овшами боролись с помощью нефти. Помазал место, значит, где вши завелись. Они от этой нефти, потому что она отвратительно пахнет. Вот, кстати, разная бывает нефть по запаху. Бывает очень отвратительно пахнет, бывает не так ужасно пахнет. Вот, значит, вот помазал там, вот вши разбежались все. И это правда работало. А человек, которого помазали, тоже разбежался вслед за вшами? Ну, потом он должен обязательно помыться. Нет, он должен потом помыться обязательно. Но самое главное, это реально работало. И эту историю мне еще мама рассказывала, что когда, значит, после войны, вот, был вот этот период голода, значит, и там у них очень сильно начал развиваться педикулез. И способ борьбы был очень простой. Это намазаться керосином, намазался керосином и, значит, буквально походил в платочки в этом керосиновом денек, и все, вши разбежались. Вместе с волосами? Ну, волосы придется потом выстригать и тому подобное. Но самое главное, что вши разбежались. Вот, так что это история, это народное использование. С пигельотина тогда тоже хорошо борется с овшами. Но, понимаете, волосы вернутся, голова не вернется. Так вот, значит, такое вот хозяйственное использование долго длилось. Потом этой нефтью государство начало интересоваться. Вот считается, что у нас одним из первых, кто заинтересовался и попросил, но уже нефть не кубанскую, а вот как раз нашу с Коми края, ухтинскую нефть, попросил Иван Третий, чтобы ему привезли и показали, потому что рассказывали, что есть такая вот горючая жидкость, как говорили, густая вода, вот, что она вот выходит, что вот ее можно там использовать, смазывают, вот тут лекарства и тому подобное. Иван Третий попросил, чтобы ему как раз ухтинские ключи, ухтинские ключи привезли от нас. И такой вопрос о добыче уже поставил Петр Первый, а еще при Борисской Дунове привозили, тоже он-то интересовался. Вот Петр Первый поставил уже такую добычу, был такой, опять же, в Коми здесь, опять же, здесь в районе Ухты, был такой Черепанов купец, вот он ему заказал, вот как раз вот эту нефть возить. Вот, потом это пришло в некоторый упадок, и, собственно говоря, дальше уже эта история, значит, последователя Петра Первого, по-моему, при Ане Ивановне, значит, появился такой купец Придунов, Федор Придунов, который поставил первый завод. Значит, да, это как раз в Ухте сейчас стоит ему памятник, кстати, очень недавно поставленный. Вот, но как выглядел Придунов, никто не знает, никаких рисунков, ничего не сохранилось, это все уже придумано. Но, тем не менее, вот это Федор Придунов, это архангельский купец, который, значит, очень, кстати, интересный рудознатец, он открыл и серебряные рудники, и медные рудники. Вот он, значит, попросил, чтобы ему продали медный завод на Двине, значит, у, значит, геологической вот этой коллегии, которая давала все разрешения, и вот разрешил поставить заводик на Ухте. И он действительно поставил там завод. Правда, идут очень серьезные споры по поводу того, что он там начал вот эту перегонку нефти, то есть разделение, как его тогда называли, двоение нефти. Или не начал, потому что, значит, уже про это двоение нефти уже знали, уже как бы в разных местах возникали вот это двоение нефти. То есть нагревали нефть, и таким образом нефть делилась на две фракции, на светлую и темную. Темная – это мазут, светлая – это вот что-то такое подобие бензина-керосина, такая вот жидкость светленькая, вот она, так сказать. И, кстати, делалось это, интересно, примерно так же, как и самогон. То есть нагрев, и начинается испарение, вот это испарение по трубочке попадает, там специальный охладительный бак, через который она такой, через змеевик проходит, и дальше она выкапывает вот такое. Да, это уже, кстати, другое действие. Это уже не Придунов. Ну, кстати, с Придуновом сейчас закончу. В общем, Придунов стал возить эту нефть в Москву. Первое раздвоение нефти он делал в Москве прямо. Кстати, считается, что именно нефтью Придунова пользовался, значит, Ломоносов. Подождите, а пользовался для чего? Да, я тоже хотел спросить. Вот ее мы раздвоили. Зачем они этого нефти? Одна мазут, другая керосин, типа. И что мы с ними делаем? Да, ну вот, скажем так, мазут, понятно, был нужен для чего. Он примерно для того же нужен был, для чего, значит, делали перегонку из смолы деревьев. Вот, добывали, значит, из разных деревьев с помощью нагрева добывали смолу, которая использовалась там в хозяйстве, как скрепляющая, вот, лодки смазывали и тому подобное. Вот, там, а тут мазут использовался им тоже в хозяйственных нуждах. Смазывали колеса, вот, ну, вот, везде, где нужно какое-то вот что-то, чтобы вода не попадала, чтобы что-то смазать, чтобы двигалась. Вот как раз мазутный. А что касается вот этих фракций светлых, то ее начали активно продавать в аптеках. Дело в том, что врачи того времени считали, что очень неплохо это все помогает от всяких болезней. Самое важное – это от ангины и от ларингита. Значит, надо просто горло помазать вот этой вот жидкостью. Снаружи или внутри? Снутри. В том-то все и дело. Снутри. То есть помазал и... И поджег. Ангина быстрее пройдет. Прогревание. Вместе с горлом она просто пройдет вниз. И что, это тоже работало? Ну, вот, пользовалась, не так активно пользовалась, но в аптеках нефть продавали. И, кстати, основным объектом продажи как раз являются аптеки. И аптеки именно это делают. И, кстати, между прочим, именно аптекари потом придумали уже перегон керосина и более чистую такую фракцию нефти получать. Это как раз именно аптека. Сейчас я об этом скажу. Ну, и, значит, еще один способ такой медицинский – это смазывание колен. Суставы. Когда суставы болят, надо смазать сверху вот эти самые суставы. И вот это вот самое тоже проходит. Как бы эти идеи вообще в голову приходили? Ну, вот это, извините меня, опыт. Это народная медицина. О том, что помазал, ох, и прошло. И, кстати, пользовались, покупали. Значит, и говорили, что проходит. Может, от самовнушения было, но, тем не менее, вот в Петербурге в 17 веке нефть продавалась в аптеках. Вот, да, еще к этому времени начали уже потихоньку, значит, пользоваться как освещением. Но пока еще керосиновые лампы не забрели. Изобрелены были керосиновые лампы. Ну, считается, что первый патент, значит, получили Абрам Гесснер в 1854 году, вот, этот сам, на керосиновые лампы. А в 53-м году, значит, первую керосиновую лампу получили австрийцы. В австрийской аптеке Игнат Лукасевич и Янзех. Вот эти два человека создали керосиновую лампу. В 1853-й – это Австрия, а в 1854-й – это Соединенные Штаты. И вот они, значит, как бы… А керосиновая лампа – это прорыв. Это все, это уже начинает его активно использовать для освещения. Кстати, в начале 19 века начали разрабатывать систему газового освещения даже в городах. И, кстати, газ этот добывался очень интересный. Его добывали от нагрева каменного угля. Каменный уголь нагревался, он выделял газ, этот газ улавливали, и, собственно говоря, им, значит, поджигали и вот использовали для освещения улиц вот этими самыми газовыми фонарями от нагретого угля. Вот. Но изобретение керосиновых ламп дало вот такой прорыв мощнейший. И вот тогда… Да, кстати, еще очень важный спор по Придунову. Дело в том, что Придунов, кстати, так и разорился. Он не смог хорошо развить вот эту самую систему. Дело в том, что на него еще вот эта вот Берг-коллегия, геологическая коллегия, навалилась. Они требовали от него платы налогов за то, что он нефтью пользовался. Вот. Значит, и он попал в долговую яму и умер. Но, тем не менее, считается, что он поставил первый завод на Ухте. То есть, что такое завод? Это, значит, на ручье он ставит сруб, и вот эта текущая нефть вылавливает ее и, собственно говоря, возит. Но считается, что на Ухте же он поставил первый перегонный завод, который вот двоил вот эту самую нефть. И, значит, вот этот завод начал работать в середине XVIII века. То есть, это первый завод. Но идут споры между историками. Говорят, что нет, у него не было завода, что завод, он двоил нефть только в Москве. Вот. Но хотя есть косвенное доказательство, что все-таки у него какой-то там заводик был по перегонке, и он, скорее всего, был не на Ухте, а где-то на Двине, то есть в районе Архангельска. Где-то на Двине он поставил такой заводик, который двоил нефть, потому что он и ухитрялся продавать вот эту раздвоенную нефть с разными фракциями продавать английским купцам. Вот. Были такие, есть такие замечания. Так что, почему я этот акцент ставлю? Дело в том, что считается, у нас очень много, скажем так, в России есть, дело в том, что первое, перегонный завод, считается, был поставлен в Осетии. Вот. Это как раз, вот вы показывали схему перегонки, вот эту как раз сделали братья Дубинины. Были такие три брата Дубинины, Василий, Герасим и Макар Дубинины. Это были крепостные. Их крепостная помещица, ей дали земли в районе, значит, вот в районе Осетии. Она их туда отправила. Они были смологоны, то есть они гнали смолу из деревьев, когда жили в Владимирском крае. Вот они, когда там жили, вот они перегонки занимались, она их отправила в Осетию. Они там нашли вот эти вот ключи нефтяные в Осетии и стали там, поставили перегонный завод. Вот идет спор. Это был уже период 1823 год. То есть то ли Придунов первый поставил нефтеперегонный завод, то ли братья Дубинины поставили первые, крепостные братья Дубинины поставили первый перегонный завод. Но за этот перегонный завод их наградили, и они довольно хорошо развивались, если бы не местные. Местные им сожгли этот завод. Это вот причина была там, не знаю какая, но вот есть документы. То есть мы не знаем, почему они завидовали? Или что, они боялись? Это аналог кошки 5G, слишком сильный прогресс. Нет, по документам... Да, кстати, это похоже, потому что по документам, в документах говорится о том, что сожгли горцы. Пришли и сожгли вот эту вот дьявольскую курильню. Немогу водным делом ты тут занимаешься. Ну, в общем, спалили они им, у них это разорение произошло, они потом перебрались, занялись уже изготовлением вина, но это уже было другое дело. Но тем не менее, они довольно хорошо бизнес разъяснили, потому что уже керосиновые лампы появились, и уже все, началась вот эта вот потребность, бензин, вообще нефти, нефтеперебодных продуктов стало резко расти. И дальше уже в 1803 году был в результате русско-персидской войны присоединен Каспий, вот эти территории вдоль Каспия, поделены между персами и Россией. И получается вот этот вот район, очень известный такими нефтяными ключами, это вот в районе Баку. И первые заводы нефтеперегонные, они появляются в Баку, уже нефтедобычей, нефтеперегонной. Ну, например, самое яркое, это первая эксплуатационная нефтяная шахта появляется в районе Баку в 1857 году. Кстати, первая шахта, которая начинает очень много, как бы давать много нефти, появляется на Кубани в 1864 году. Значит, первый нефтеперегонный, большой уже нефтеперегонный завод в Баку в 1863 году ставит Давид Меликов. Ну и дальше понеслось, поехало в 1879 году. Нобель в Баку ставит свой нефтеперегонный завод. Нефти в Баку много. Ну, вы можете себе представить, я вам присылал фотографию нефтяных вышек в Баку. Это просто действительно было вот. Смотрите, это нефтяные вышки в Баку. В общем, я там насчитал почти 30 компаний, которые в это время, вот в конце второй половины 19 века, значит, добывали нефть и перегоняли нефть в Баку и возили ее в Европу для продажи очень активно. То есть это просто вот такое место было, значит, мекка такая для всего мира. Действительно, основная нефть добывалась именно там, со всего мира. Самое большое, там парит чуть ли не 50%, всей нефти в мире добывалась именно там, в Баку. Вот. Ну и все основные изменения, конечно, происходят уже после революции. Значит, начинается поиск других мест нефтяных. Я вам там присылал карту, вот как в Российской империи выглядели вот эти вот нефтяные точки, где, собственно, в Российской империи были нефть. Они были только в европейской части. Значит, да, вот если приглядеться, то видно зеленые точки, это как раз нет. В основном это Каспий, в основном это Кавказ, потому что там еще была грозненская нефть обнаружена. Значит, вот в Осетии там не такое промышленное, там в основном ключи. Но тем не менее, по Кавказу вот этих точек, где ключи бьют и где надо сверлить землю, чтобы дойти до пластов, где очень много нефти. Вот это в основном Кавказ. И, значит, там в Грузии, кстати, было найдено. Вот и Каспий. Ну и вот это внизу там тоже зеленое, это кубанская вот эта вот нефть. Ну и очень небольшие участки зеленые есть вот по Волге. И там вот далеко у нас на севере, вот в районе Печоры, в районе Ижмы, вот как раз там тоже точки нефтяные есть. Вот это все, что было до революции. После революции начинается поиск нефти. Значит, очень активный. Ну вот опять же была в промышленном масштабах обнаружена ухтинская нефть на реке Чебью, на водном, на реке Чебью. Потом возникли, где город Ухта. Это уже будут зэковские практически строительства. Потом в Башкирии была обнаружена нефть, в Самаре была обнаружена нефть. То есть вот это по Волге начали. Ну да, и потом вот понеслось. Дальше уже обнаруживается в 60-е годы после Второй мировой войны. Ну, Вторая мировая война подстегнула, потому что тогда у меня что-то битва за Баку была чуть ли не одной из важных решающих во время Второй мировой войны. И, значит, стали искать другие возможности. Ну и, значит, уже после Второй мировой войны у нас тут нефть, смотрите, можно оборудовать. Вот это темно-зеленым, это обозначено там, где добывают сейчас нефть. Их величины, можете посмотреть тут, и Волга, и Кавказ, и Кубань, тут все захвачено нефтью. Украина, вот наша Коми, вот это вот самый огромный пласт нефти. Значит, и вот светло-зеленым обозначено там, где предполагается, что есть много нефти. Ну и еще из таких добывающих мест это Сахалин. Кстати, очень удивительные вещи, Калининград тоже добывается нефть. Вот, так что вот это вот нефтяное клеймо на России стоит, я считаю, изначально, с момента, когда начали активно пользоваться нефтью. Я посмотрел цифры, сколько добывается ежедневно нефти в мире, и, конечно, приходишь в ужас, вот, измеряется в миллиардах литров, миллиардах литров добываемой ежедневно нефтью в мире. А она все не кончается и не кончается. Мне вот интересно, это первое клеймо ресурсное, первая игла, на которую села Россия, или до этого тоже были какие-то ресурсы, добыча которых была таким, ну, тем, что Россию как-то ставила в зависимость? Безусловно, самое основное у нас и до сих пор продолжается, это лес. Кстати, нефть от леса недалеко отошла по одной простой причине, что нефть – это, значит, в процессе геологическом переработка растительных, любых растений. Вся нефть – это растения, практически переработанные в нефть. Так что живые растения – это наша одна игла, и нефть – это вторая наша игла. И мы до сих пор не искупим посовчиков в мире леса. Когда мы говорим про иглу, мы, наверное, подразумеваем, что наличие такого количества нефти в России может быть мешает ей развиваться, потому что очень легко можно продавать, потому что очень легко можно обогачаться, а там дальше уже и коррупция и так далее. Лес же не ставил Россию в такую зависимость от собственной добычи, разве нет? Ну, мы в период, когда у нас, скажем так, продажи, активные продажи нефти были, и на ней зарабатывали огромная масса купцов и масса государственных чиновников, получали взятки за то, чтобы нефть можно было, не нефть, а лес рубить и тому подобное. Этот период был, когда у нас очень много леса, разные компании, и российские, купеческие, и, значит, английские компании. Этот период был. Давайте, может быть, по лесу еще поддельно поговорим. Давайте. Давайте. Что же мне поговорить-то? Мы не против, мы будем очень ждать. Ну, а пока заканчиваем. Игорь Валентинович Сажин, историк и правозащитник был у нас на связи. Спасибо, до свидания. Да, до свидания. Игорь Валентинович Сажин,